Музыка Скажем так, первый гол несчастье, рикошет. Но опять же, играть против 14 человек с равной командой очень тяжело. То есть действия судьи я стараюсь не обсуждать. Но когда судья трактует одни и те же действия по-разному, Кисенкову показывает заодно и то же нарушение желтую карточку, А Родина бьют сзади по ногам, он просто дает дальше играть. В первом тайме просто сорвал 10 атак, отдал мяч команде соперника. Очень тяжело играть без мяча, поверьте мне. То есть к ребятам у меня вообще никаких претензий нет. Но когда играешь против 14 человек, это всегда очень тяжело. И такие поражения, они действительно обидные. Тот же второй гол. Игрок находится 3 метра, скажем так, вовне игры. Да, попадает в спину нашему защитнику, Но во время первой передачи он был на 2 метра впереди. Можно играть. Но я не знаю, как так. Две команды встречаются более-менее равные между собой. Но одна играет по одним правилам, вторая оказывается по другим. Я ребят поблагодарил за игру. Ребята не опустили руки. Все-таки смогли забить один гол, если бы он еще и этот пенальти не поставил. Мне бы тогда было вообще непонятно, что творится в футболе. Руки он не свистит. Ауты боковые почему-то не видят. Я не понимаю вообще, как можно так относиться к судейству. И просто вот как так можно выходить на поле. Я понимаю, все люди, каждый человек может ошибаться. Но ошибаться постоянно в одну и ту же сторону, для меня это непонятно. Хотелось бы обратиться к тем, кто назначает эти судейские бригады. Тот, кто их подготавливает. С каждого тренера есть требование подготовить футболистов для игры. Да, я не говорю о оправдании. Может быть я слабый тренер. Но то, что творят судьи во второй лиге, это полное безобразие. Еще вопросы есть? Субтитры сделал DimaTorzok